Доброе утро с Феллер-студией Самое непосредственное участие в нашем разговоре Для этого вам стоит позвонить по телефону 62 80 30 Автора самого интересного вопроса Григорий и Светлана обещали поощрить Так что, дорогие друзья, просыпайтесь и присоединяйтесь к нашему разговору Пусть наше утро действительно будет добрым Прекрасно, если вам с утра воскликнуть хочется, ура Кричите на здоровье и не в спорте Когда со скобкой вы враги, вставайте хоть с любой ноги Вам это настроение не испортит Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело привет А птичий хлопок хватит вашу песню То всё на свете станет интересней Хотите бодростью зарядки, сядьте сорок раз подряд И даже вместе, если есть терпенье За пять попробуйте с утра Пара-пара-пара-пара-пара И станете с хорошим настроением Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело привет А птичий хлопок хватит вашу песню То всё на свете станет интересней Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело привет А птичий хлопок хватит вашу песню То всё на свете станет интересней Итак, улыбнитесь этому миру И он обязательно улыбнется вам в ответ Так считают мои сегодняшние гости Представители Центра перманентного макияжа и художественной татуировки Фиоля Студия, Светлана Даниленко и Григорий Щесняк 62 80 30, телефон нашего прямого эфира Дорогие друзья, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору Кстати, а во сколько начинается рабочее утро в вашем центре? Ну, у меня 10 утра 10 утра? Да, первая процедура Ну, приходим мы, конечно, заранее, готовимся Ну, я прихожу намного раньше, около 9 часов Вы заранее приходите, вы волнуетесь? Или вы готовитесь к посетителям? Я готовлюсь, я такой человек, что я должна подготовиться, чтобы у меня было всё готово Я не могу прибежать в последний момент и заставить там человека ждать, да, или как-то вот Я начинаю торопиться, мне надо, чтобы у меня было всё спокойно То есть вы раскладываете всё то, чем работаете, да? Да, 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 инструмент готовлю, да, психологически, чтобы... Вот про психологию мастера мы сегодня ещё обязательно поговорим Григорий, а ваше утро рабочее когда начинается? Ой, моё утро... Как у руководителя? Как у руководителя, наверное, часов полдень девятого А вообще начинается где-то в часов шесть утра Вот, сегодня даже раньше, видите? Да, ну это приятное сегодня утро, правда? Встреча с нашими радиослушателями Час-пик бывает в вашем центре? Когда больше всего народа? Или оно у вас как-то так распределяется равномерно? Будние дни равномерно, а час-пик в основном выходные дни Там прям плотная запись, потому что все хотят выходной день стараться сделать Ну тоже, что называть час-пиком, то есть у нас не бывает такого момента, чтобы у нас сидели в очереди Так как мы работаем строго по записи, да, и каждый человек приходит к своему времени И вот как Светлана, мастер уже ждёт, полностью готов, поэтому... Нет, я, конечно, не имею в виду давку, но я имею в виду, когда все рабочие места мастеров заняты Никто не отдыхает, вот такой я имею в виду час-пик Это выходной день Это выходной, да? Да, выходной Выходной день А вы работаете и в субботу, и в воскресенье? Субботу в основном, ну бывает и в воскресенье Знаете, почему я такие вопросы задаю? Потому что вот когда мы встречались с брендмастером вашего центра, с Ольгой Феллер, да Она говорила о том, что тот, кто работает художественно, да Тот, кто пытается делать нас красивыми, когда мы приходим в ваш центр Он должен быть ещё и психологом То есть он должен посмотреть на человека, который пришёл и попытаться его понять, его услышать А ведь это, наверное, не так просто Вы, Светлана, сразу чувствуете клиента? Вы сразу для себя понимаете, что он хочет? Или вам надо с ним побеседовать? Надо побеседовать, да Надо обязательно пообщаться и как-то я себя ловлю на том в последнее время, что я нахожу общий язык вот с любым человеком С любым, в смысле, представителем возраста, возрастной или характера И возраста, и характер, да Да? Угу Мне нравятся девчонки постарше, потому что они, вот как вы правильно говорили, знали, чего хотят Нет, они не всегда знают, чего хотят Ну, давай так, они, у них немножко такого нет хаоса, типа, не знаю, чего хочу, а потом, когда увидят, ой, я хочу ещё ярче Они вот прям за естественность и вот в точку Не могу согласиться Нет Не всегда, не всегда за естественность Тогда расскажи Расскажите, Светлана Сейчас в основном это молодые девочки, они за естественность А вот женщины постарше Хотят быть поярче, да? Да, да Серьёзно? Да, серьёзно Слушайте, я уже вспоминала как-то в эфире, в моё детство, я помню взрослых женщин, я на них с ужасом смотрела, которые выходили там из парикмахерских с ужасно чёрными бровями им красили И они ждали, пока это всё смоется, но надо было походить вот с этими жуткими чёрными бровями, но сейчас такого нет, слава богу Ну всё равно женщины постарше хотят, чтобы, да, если гумот, то их должно быть видно То есть не так, чтобы там что-то там нюдовое такое вот Хотя казалось бы, чем старше человек, ведь сама даже природа, она смягчает немножко с возрастом краски, правда? Да Надо же следовать природе Может, поэтому и хочется добавить красок, наверное А вот дайте хочу спросить, вот Григорий, сколько у вас мастеров работает в центре? Сейчас в самом центре где-то 12, из них мастеров 7 или 8 Надо посчитать, блин, надо посчитать Мы говорим о психологии мастера, да, о том, что вот он пытается понять человека, который к нему пришёл А вот, предположим, к вам приходит Я знаю, что вы выкладываете в соцсетях фоторабот ваших мастеров, да, и можно посмотреть и сказать, я хочу вот это Ну вот пришёл человек, он растерялся, вот 7 мастеров смотрит на него, да, вот кому записаться, кому попасть? Ведь у каждого мастера свой стиль, я так понимаю Здесь даже, наверное, не больше не стиль, а больше своё понимание прекрасного, и по работам это видно То есть надо обязательно, прежде чем к вам прийти, надо обязательно посмотреть Это как работы художника, да, прежде чем пойти на выставку, иногда смотришь, да? И очень редко к нам попадают девчонки, которые, знаете, такие случайные, шла-шла, и вот пришла, как правило, к нам идут уже с осознанным пониманием, да, какому мастеру они хотят, что они хотят себе сделать Иногда, конечно, Светлана сейчас мне, наверное, поправит или нет, приходит, говорит, я хочу вот только там брови, а потом, ой, и тут же межресничка, ой, а после межреснички тут же стрелочка Это получается, да, 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 это называется, как это, один раз попробовала, и дальше всё пошло уже Но ведь мастер понимает, иногда ведь человек хочет вот и стрелочки, там, и губы, и брови И мастер может ведь увидеть, что ему это, может быть, не очень пойдёт, да, вот усиление того или иного акцента, акцент на лице А вы отговариваете? Или вы делаете всё, что... Можно, нет, можно же сделать, не обязательно, чтобы это было ярко и как-то вот бросалось, можно сделать естественный макияж, то есть, который, в принципе, всем подходит Но есть, ну, давай скажем правду, у нас есть девчонки, которым мы не делали, потому что, ну, то, что они, то, что было в запросе, мы просто не можем это сделать А естественность, они говорят, нет, мы вот хотим либо так, либо никак Ну, бывает, бывает, когда с формой мы не сходимся, да, вот это вот касается женщин, которые постарше, которые рисовали себе там всю жизнь определённую форму бровей, да И тут я им предлагаю что-то другое, потому что я вижу, что им это, ну, не подходит, но они к этому привыкли, они привыкли себя так видеть Да, 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 да Они уже не видят то, что им это не очень, как бы, да, хорошо смотрится, вот И, ну, как правило, я переубеждаю, и потом они приходят, когда на вторую процедуру, они говорят, да, Светлана, спасибо вам большое, вот так хорошо, что я вас послушала И вот, ну, привыкла к этой форме, и все говорят, что лучше, как бы, окружающие, да, и близкие, что хорошо, и всё очень красиво А с некоторыми не сходимся, ну, это, правда, очень редко, но бывает, когда не переубедить человека Вот я и подошла к вопросу, что значит для вас понятие «сложный клиент» И вот клиент слова, я знаю, Григорий не любит, но давайте так, сложный посетитель, да, и часто ли такие сложные посетители вам встречаются? Ну, нет, не сказать, чтобы часто, но бывает Что может расстроить мастера? Расстроить, ну, когда не приходит клиент Слушайте, вот да, кстати, это часто бывает такое, то есть человек записался, мастер, как вы говорите, настроился, вот вы пришли заранее, к вам должен прийти человек сделать себя красивым, и вдруг он не приходит Вот, и часто такое, неужели не перезвонить? Я вот этого не понимаю никогда В последнее время как-то вот прям, да Это какая-то безответственность посетителей Ну, это больше не безответственность Как, девчонки бронируют время и думают, что они, наверное, единственные Вот, но у нас всегда есть очередь, и нам всегда жалко терять время Конечно, конечно А так, сейчас же пандемия, да, все болеют Там, кто-то, может быть, переживает, у кого-то там ребенок, или какие-то проблемы, мы, конечно, с пониманием к этому относимся И у нас всегда же есть телефон Ну, можно позвонить Да Вашему администратору на ресепшн Знаете, есть еще такой момент, не знаю, насколько это тактично, но вот Когда даже вот что-то я сам иногда выбираю, выбираю людей, да, там, в магазинах или еще что-то Уже, как бы, хочется уйти и сказать, что нет, я передумал, а перед человеком мне совсем удобно И, может быть, этот фактор тоже играет роль, да, то есть лучше закрыться и, как бы, мне нет, я в домике Трубку не брать, да? Ну, вы сами звоните, сами спрашиваете, или нет, вы уже в черный список заносите В основном трубку не берут, когда-то, да У нас... Но черного списка нет Нет, ну, а какой черный список? То есть мы все понимаем, что у человека могут быть свои нюансы, да, то есть О которых он нам, в принципе, не обязан говорить, да И если человек не приходит, да, мы делаем пометочку в своей базе, что данный человек записывался и не пришел И в следующий раз просто администратор, видя эту информацию, более, может быть, до того, что уже человек выбирает время, да, его ведет Во-первых, мы обязательно предупреждаем Мы выработали систему, чтобы для человека это было более лайтово, что ли, не по телефону То есть у нас администратор отправляет сообщение сейчас вот модным все месседжеры, да, ему отправляется там за два дня, за три Напоминалку, да, о том, что мы с вами готовы к встрече, что у нас мастер будет готов И если человеку неудобно, или он там хочет перенести, или просто передумал делать, да, потому что это же бывает иногда такое, я хочу, а потом за время ожидания передумала, да, или побоялась, или, может, там, чего-то еще И можно отказаться, поэтому здесь никаких проблем нет Ну вот человек не пришел, он мастера настроение испорчено Вообще, Григорий, вот вам, как руководителю, часто ли приходилось становиться посредником между мастером и тот, кто пришел за услугой в центр? Слушайте, часто, наверное, нет, но бывали случаи, когда, ну, это может быть, наверное, чисто психологически Иногда требовалось пообщаться со мной только для того, чтобы к вам вышел руководитель, да, то есть многим девчонкам нравится, да Чтобы их вопрос, во-первых, решать, ну, мне решать иногда вопрос легче, потому что я все-таки мальчик, да, у нас другой немножко коннект, да, и плюс вот эта корона руководителя, да, дает мне какие-то, да, преференции И, ну, все решается, все хорошо, и дальше девчонки работают так же с ними, ну, когда человеку, вы видели, когда я говорю, что все, вас будет ждать на ресепшене Моя визитка с моим личным номером телефона, если что у вас там случится, вдруг какой-то вопрос, обязательно мне звоните, я всегда с вами пообщаюсь И, правда, вот редко, один человек, по-моему, за всю историю ко мне потом позвонил, но позвонил по большей части сказать спасибо Вот мне это порадовало Вот, с негативом, правда, никто не звонил, но визитку брали все с такой улыбкой, и все, они чувствуют себя Да, человек дальше чувствует себя немножко по-другому, но, на самом деле, мы ко всем открыты и готовы общаться со всеми Поэтому, если надо, я готов ко всем выйти и со всеми поговорить Я ведь вот к чему веду, сегодня часто говорят о так называемом профессиональном выгорании Еще в середине 70-х годов прошлого века было замечено, что сотрудники одной крупной компании стали жаловаться, что потеряли интерес к работе Что им трудно выполнять эту работу в том же объеме, что и раньше Их рвение к труду угасло, одним словом И вот, что было удивительно, даже после отдыха эти люди испытывали так называемое психологическое истощение Так вот, психологи выявили, что больше всего профессиональному выгоранию, в том числе, подвержены те, кто находится в постоянном общении И, в частности, с малознакомыми людьми И вот уже начинаются стадии того самого профессионального выгорания Появляются ошибки в работе, некая небрежность, снижение заинтересованности в конечном результате Говорят, вот от суммы, от тюрьмы не зарекайся Но от профессионального выгорания, наверное, тоже вот люди, которые работают постоянно с потоком людей Тоже никто не застрахован Вот, Григорий, мне интересно, как вы, как руководитель, относитесь к этой проблеме, которая реально существует в коллективах И что-то предпринимаете или нет? Ну, смотрите, во-первых, мы вот с вами до этого поговорили, что все мастера, в частности, в нашем центре Они художники, да, в какой-то стране, творческие личности А это люди немножко ранимые И когда к их творчеству люди относятся пренебрежительно, либо немножко, да, там, как-то То, конечно, они начинают думать, а вдруг во мне что-то не так А вдруг я все-таки плохой мастер, а вдруг я там что-то не то делаю И неуверенность такая появляется Я всегда говорю, девчонки, ну, вы, на самом деле, ну, во-первых, нужно всегда бодрить Но они реально классные работы делают, то есть все, кто не передумывают, а все-таки доходят до нас Вот, они потом, как бы, счастливые носят то, что они хотели, в принципе, сделать И в этом хорошо Вот, и, ну, здесь общение, и мы пытаемся какие-то делать, не знаю, для себя ивенты Сейчас, конечно, с пандемией это все сложнее То есть мы собираемся, вот сейчас будет Новый год Готовитесь уже? Да, ну, как бы, правительство сделало все, чтобы мы не посидели где-нибудь за городом в каком-нибудь домике, да, все вместе Потому что нужны будут у Киар-Када и все остальное Хотя у нас, слава богу, прививки уже практически у всех есть, да А, у нас у всех есть прививки, можно ехать Ну, все, у вас проблема-то решена Да, то есть, ну, все равно, как бы, вот этот негатив, да, мы все-таки решили, что в этом году мы соберемся по-домашнему В кругу центра, да, внутри себя и посидим Вот, мы... По-семейному По-семейному, да В центре А иногда это намного интереснее и лучше, потому что мы общаемся, рассказываем друг другу разные истории из своей жизни, из жизни центра, да У кого-то там девчонка какая-то пришла интересная, у кого-то там что-то еще То есть, ну, это очень клево, обмен мнениями Ну, и потом очень важно, что все мастера, чтобы, опять же, не было выгорания, они должны развиваться, должны учиться Обязательно, конечно То есть, если они, будет стагнация, и будет понятно, что ты достиг своего потолка, и тебе больше, как бы, нечего делать, то это тоже... Поэтому мы стараемся, как минимум, проходить мастер-классы Иногда видно, что девчонки где-то в чем-то неуверенные, усиленно набираем, да, делаем чисто уже встречу с Ольгой Феллер, да, которая смотрит, там, наоборот, говорит, да ты молодец, да посмотри, какая у тебя работа Да что ты до этого, ты вот... То есть, все хорошо, они просто, ну, это понимаете... Ну, поддержка такая, конечно, нужна, моральная, да, Светлана? Внутренний вот этот, вот, не знаю, перфекционист, или как его назвать, то есть, он иногда делает им злую шутку, говорит, они думают, да ну, вот как-то мне не нравится Мы посмотрим, ну, что тебе не нравится, посмотри Да, я всегда недовольна своими работами Серьезно? Ну, в основном, да, не знаю, почему-то мне кажется, что... Главное, девчонки все довольны, да, а она недовольна В смысле, те, кто уходит от Светланы, они довольны Светлана, ну, наверное, наверное, это тоже для вас какой-то стимул, да, развиваться дальше, совершенствоваться Стремиться, да, усовершенствовать Кстати, а как вы пришли, как вы стали мастером, вы вообще хорошо рисуете? Да, я училась рисовать практически всю свою жизнь Так Рисовала, ну, сейчас, конечно, уже не так Как вообще становятся мастерами в вашем центре? Ну, у меня вообще спонтанно абсолютно было решение Да, расскажите Я очень долго работала на другой работе, и там как раз-таки у меня, наверное, случилось от этого горание То есть... А где работали? Скажите, нет? Я работала технологом на кожгалантерийной фабрике Ага, ага Ну, мне как по образованию, я технолог, да, и вот по образованию работала, то есть работа мне очень нравилась Десять лет я посвятила, так сказать, этой работе Но в какой-то момент поняла, что всё Вот то самое выгорание, да, профессионально началось? Да, всё, я всё уже узнала Мне, то есть я там тоже росла, 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 то есть я уже и модельером там работала Помимо технолога и моделировала сумки, да И в какой-то момент я уже просто стала неинтересна, наверное, и захотелось Ресурсы исчерпали свой, да, весь? И как-то вот, наверное, подружка у меня сделала брови и сказала Ты вот, ты же умеешь рисовать, почему ты не хочешь этим заняться? Я подумала, правда, почему бы и нет То есть вы даже не сомневались, да? Я уже подыскивала работу в то время, как хотелось что-то поменять, да И рискнула и пошла учиться Долго учились? У кого вы учились? Дело учились? Училась я у нашего мастера псковского, есть Елена Ласман Вот, у неё курсы трёхдневные, по-моему, я уже плохо помню Да, по-моему, три дня мы как-то вот интенсивно, там, на моделях всё это Практику штриховали Это, конечно, для меня было Я, честно, была, наверное, как-то себе по-другому это всё представляла Казалось, что это всё так просто А здесь оказалось сложно А что самое сложное было с вами? Самое сложное было работать в контакте Вот в таком близком с человеком, с клиентом То есть когда он лежит вот рядом совсем с тобой И трогает лицо чужого человека Ну да, там-то вы сами по себе там сумки придумывали, да? Конечно, конечно Моделировали, а здесь... Да, я сама по себе и вообще так близко с людьми не контактировала, можно сказать А тут, конечно, ну это как-то быстро всё преодолело эти трудности А свою самую первую модель, скажем так, помните, с кем работали? Модель на обучение или уже потом самостоятельно? Нет-нет-нет, уже потом самостоятельно, да Ну, конечно, это были близкие люди Свои, да Да, это была подруга, потом ещё одна Ну вы после этого продолжали с ними дружить? Всё нормально? Конечно, конечно, мы с ними продолжали Всё получилось? Всё получилось? Дружим, да И я уже им обновление делала Всё хорошо Сколько длится ваш рабочий день, Светлана? Ой, по-разному всегда Смотрю, какая запись Максимально? Ну, максимально 4 записи в день, наверное Но это тяжело, скажу честно Конечно Потому что это всё время напряжение Вы же выкладываетесь каждый раз Это тяжело даже не то, что морально, фистически Глаза очень устают Просто ты постоянно смотришь, у тебя сконцентрирован взгляд Это же надо видеть каждую точечку Ну да Грубо говоря, это тяжеловато К вечеру, конечно, глаза Не хочется закрыть и лежать Я понимаю вас Григорий, а вот если вы видите, что мастер устал Дадите ему лишний выходной? Слушайте, ну у нас с этим вообще Как бы демократия полная Может быть это и плохо Но у нас график работы Он вообще согласовывается с каждым индивидуально У нас нет такого, что мы работаем с 9 до 6 Или ещё что-то То есть, во-первых, мы находимся в студии ровно по записи То есть, да, бывают дни даже, когда у девчонок есть лишний выходной Потому что мы иногда даже уплотняем запись специально То есть, видя, что, допустим, человек хочет на консультацию Мы не даем его записать в свободные деньги Чтобы не тревожить мастера лишний раз, чтобы он не приходил Вот, а так Ну вот, единственное, что мы против Когда есть запись, да И, слава богу, у нас таких случаев не было Когда человек просто говорит, я устал Можно я не приду? У него там запись Нет, таких вариантов не было Всё планируемо То есть, если ребята хотят съездить в отпуск Или ещё что-то Ради боли, да? Да, конечно А что значит старший мастер? То есть, у вас вот такая градация, если я так понимаю Ольга Филлер была брендмастер Светлану я представила старший мастер Ну, смотри, можно я отвечу на это? То есть, у нас сейчас, на самом деле, в центре уже эта игра немножко стёрлась То есть, у нас изначально было два старших мастера Это Светлана Воброва, Светлана Неленко, брендмастер Ольга Филлер И дальше молодые девчонки, которых Оля кого-то с нуля учила Кого-то после, да, уже доучивала Но Светлана к нам пришла уже, в принципе, готова мастера Но всё равно Оля её тоже дотягивала Вот, сейчас, уже после двух лет нашей работы А мы существуем уже почти два года Мы эту грань стёрли У нас все мастера уже, в принципе, можно сказать, старшие А разница была лишь в том, что старшие мастера умели делать все зоны И самое важное – это зону глаз, да Где наиболее сложная работа, особенно там стрелки, межрисничка Потому что там тонкая кожа, там рядом глаз Всегда страшно мастеру Может быть, это не так сложно в работе, как страшно, да Ответственность, да, Светлана? Да, очень большая Вот, и поэтому было разделение Да, и, соответственно, прайс немножко был другой Потому что, придя, допустим, к Светлане, человек мог сделать всё сразу А придя, там, к Любови, которая на тот момент была начинающей мастером И она могла сделать только брови Вот, сейчас у нас все девчонки полноценно делают все зоны Каждый со своим почерком, как мы уже сказали, да У каждой своё видение Но по качеству работы практически все одинаковые Единственное, что у каждого есть свои секретики, назовём их так, да Есть, да, Светлана, секретики? Ну, даже не секретики Не знаю Своё ноу-хау такое, да? Какая-то, я даже не знаю, склонность, наверное Вот, допустим, мне нравится больше делать губы Светлана Боброва просто виртуозно делает стрелки Не знаю Может, ну, как это расположено То есть не то, что даже больше нравится А мне как-то ближе вот губы А у вас можно, например, сделать у Светланы губы, у другого мастера стрелки? Или надо обязательно вот к одному человеку? Можно, да? Конечно, конечно Нет, здесь каждый выбирает то, что хочет Но, как правило, не знаю, почему-то вот такого варианта работы, как вы говорите, у нас практически не было Ну, это было за редким исключением, когда просто окошек не найти Да, да, по времени То есть, как правило, девчонки, если уже пришли к Светлане Да, там, Светлане Даниленко, или к Светлане Бобровой, или к Любе, или к Вале Они уже, ну, с ним уже не расстаются Потому что, ну, они находят как свой коннект и уже всё дальше вместе Ну, вот смотрите, с одной стороны, центр — это работа в команде, да, когда имидж центра зависит от работы каждого А с другой стороны, это ведь конкуренция Как вы относитесь, ну, как ни крути, да, это всё равно в хорошем смысле слова конкуренция Как вы, Светлана, относитесь к конкуренции? Вот вы радуетесь искренне за успехи, да? Да Ну, давай я, наверное То есть, у нас, на самом деле, в центре мы называем это отделом ОТК Да, то есть, у нас есть отдел качества наш, отдел качества Я сразу вспомнила советские времена, когда были отделы ОТК Да, но у нас, может быть, более упрощённые, но в любом случае у нас есть специальное место, куда девчонки, скажем так, обязаны делать фотографии и выкладывать То есть, даже если девушка, допустим, придя к нам, не хочет, чтобы её фотографии выкладывали куда-то, да, в соцсети Она нам про это говорит, но фотографии сделать мы обязательно делаем Обязательно делаем до, обязательно делаем после Ну да, просто не выкладываете, да? И эти фотографии выкладываются на наш ресурс общий, где все мастера, где обязательно брендмастер, где я И эти фотографии туда выкладываются, чтобы мы, во-первых, посмотрели, что было за работа И Оля каждую работу отсматривает и хвалит, говорит, что где, как, что правильно, что куда И самое кайфовое, что девчонки, когда смотрят на работу друг друга, они начинают, блин, как у тебя классно получились брови, посмотри, какие у тебя стрелки Ой, а ты там, а ты тоже молодец, и начинается такое взаимное кидание комплиментов Кроме комплиментов, да А кроме комплиментов, могут помогать друг другу, например, показать, как эту стрелочку лучше сделать, да? Есть такое, да? Там бывает сразу общение, извините, все это закончено Потому что семья, да, такая у вас А потом, допустим, Света сделала губы, и ведь мастера, они же все-таки творцы и пигменты, это же все-таки краски, да? Конечно И краски можно смешивать или делать какой-то цвет И вот они, общаясь с девушкой, могли подобрать какой-то цвет, которого вот нет в чистом виде То есть она его как-то замиксовала, а цвет получился очень классный И начинают, блин, а как ты это сделала? Какой цвет? Там сразу рецепт этого там смешала, это то, пятое, десятое Вот, и, конечно, это, во-первых, место для обмена премудростями, как я это называю, да? То есть они друг у друга лайфхаки эти берут Во-первых, чтобы не было выгорания, подбадривают Это тоже определенно такой прям, ты же чувствуешь себя, чувство локтя, да? Что ты не один, что ты вместе И Оля Феллер, которая своим взглядом говорит, так, вот тут прям молодцы Или там, ну, похвала от нее, это прям, вот, поэтому все очень... Она вообще молодец Оля, да? Я ей так благодарна Она еще у вас и поет, боже мой То есть я так понимаю, если посчитительница не хочет, вы ее сфотографировали Она не хочет, чтобы вы выкладывали в общую сеть Все равно у вас есть своя рабочая сеть И вы все равно проанализируете работу мастера Внутри коллектива обязательно Да, мы же даже всегда смотрим, когда клиент приходит уже на повторную процедуру Мы открываем, смотрим то, что мы делаем, чтобы вспомнить, да? Чтобы оценить зажившую работу и как она выглядела свежей То есть остаток посмотреть И за каждой нашей девчонкой мы ведем полную опись То есть не только фотографии, а также и что было использовано То есть какой мастер работал, какая игла использовалась размером, да? Какие пигменты использовались Чтобы в дальнейшем, когда вот придут уже на обновление Либо на коррекцию, чтобы мастер, скажем так, ничего лишнего не сделал Чтобы он понимал, с чем он работает Потому что если к нам приходят, допустим, девчонки От других мастеров или со старыми работами, которые нужно исправлять Ну, это очень сложно, ровно потому, что мы не знаем, а что там Да, и очень много девчонки тратят время на то, чтобы понять, а как это вот Потому что здесь самое важное не сделать хуже Вы знаете, Григорий, я обратила внимание на слово, которое вы сказали Рассказывая о центре, о своем коллективе Остались те, кто, если они не передумали А были такие, кто передумали? Приходили, а потом говорят, нет, не для меня Смотрите, у нас... Ну, вообще, как вы набирали команду, расскажите О, ха-ха-ха-ха Какой-то у вас такой смех подозрительный Ну, вообще, давайте по порядку Остались те, кто не передумали Это я говорил про девчонок-клиентов То есть это, ну, всегда же Иногда бывает спонтанное решение То есть иногда она посмотрела То есть вы имели в виду те, кто обращается Да, те, кто обращается А, поняла Вот, и они не передумали, потому что, ну, вот Дошли, а те, кто передумали Страх же тоже есть Ведь она же потом может почитать что-то Интернет большой Там же иногда напишут что-то не совсем внятное А девчонки до мастера не дойдут И вот поверят в это А здесь очень важно, что мы обязательно общаемся То есть до процедуры у нас каждый Каждый мастер общается Консультацию ведет, делает макияж Чтобы человек, именно когда Само нанесение, чтобы он расслабился И понимал, что ему не сделают ничего плохого И иногда в момент нанесения макияжа Может человек передумать То есть она вот хотела Она чувствует, что как-то адреналин или еще что-то Ну, не свои Были такие случаи, да? Когда вставали и уходили? Я не помню, но могло быть То есть мы как минимум даем на это шанс А, все понятно То есть человек должен сам принять решение Чтобы это не было Силой никто губы не делает У нас нет понимания, что это бизнес И нам нужно заработать денег Безусловно, это тоже самое Ну, тоже есть эта цель Но у нас нет цели сберегла каждого И сажая его за кресло Теперь про остались те, кто остались Про мастеров, то, что вы спросили На самом деле мы очень интересно набирали команду У нас был такой изначально кастинг Света его помнит У нас был всегда в кафешке Ее уже нет, к сожалению Во время пандемии она не пережила Вот И мы сначала, конечно, отбирали по работам То есть мы смотрели социальные сети Мы смотрели на работы, которые человек выкладывает Мы смотрели на то, как он их фотографирует На то, какая работа именно выполнена А какие это были работы? Это перманентный макияж, конечно То есть они уже выкладывали после того, как они обучились? Да, мы уже работали Первых мастеров Первых мастеров мы набирали готовых мастеров Потому что, опять же, по нашей бизнес-модели мы понимали, что если мы наберем сразу новичков Мы не сможем функционировать правильно То есть нам нужно было несколько хороших действующих мастеров И вот тогда появилась Светлана Даниленко Антон Буслаев Светлана Боброва И мы их, скажем так, собеседовали То есть мы с ними общались Они с нами общались Нам было важно Насколько они умеют не только еще делать работу Разговаривать То есть это было Как мы уже говорили Мастер должен быть психологом Он должен уметь, да, донести свою мысль Может быть, где-то ее отстоять Может быть, где-то рассказать, почему он так думает И это должно быть в нормальной форме Вот В дальнейшем мы уже делали отработки То есть мы брали мастера к себе То есть он начинал работать в студии Мы также присматривались То есть не значит, что мы уже работаем Это значит, что мы смотрим на работу Как он делает их внутри коллектива То есть это такой был испытательный срок своеобразный, да? И потом каждого дополнительного мастера Мы уже брали, смотря на тот коллектив, который собрали Потому что нам важно было создать команду То есть мы ровно поэтому и говорим Что мы не снимаем, мы не сдаем кабинета Мы не сдаем рабочие места Это наша политика То есть мы работаем только с мастерами Которые у нас в команде И мы как бы сейчас готовы дальше расширяться То есть у нас есть еще сейчас пару мастеров Которых мы уже проговорили с ними И готовы пригласить к себе Ну я думаю, что с января наша команда будет чуть больше Ну это замечательно Ну смотрите, ведь у каждой команды есть свои правила Вот какие правила есть у вашей команды? Слушайте, одно из правил это Я повторяю его всегда Может быть это не совсем Но мне кажется, это важное Самое главное правило вообще нашего центра Это что мы работаем в сфере услуг А следовательно, мы для клиента, а не клиент для нас То есть он один единственный А нас много И нам очень важно, чтобы он выбрал нас Поэтому мы должны сделать все, чтобы ему у нас понравилось Чтобы ему было комфортно Чтобы он к нам приходил еще и еще И приводил своих друзей И для этого Ну а дальше все остальные правила уже вырастают от этого То есть во-первых, никто не опаздывает То есть все должны быть на месте Все должны ждать клиента Если случается тот момент, когда девушка не подтверждает То есть мы просим подтвердить Чтобы мы понимали, что вы придете И если понимаем, что не приходит Мастер должен быть на месте То есть девчонки иногда на меня обижаются Ну а как же? Я говорю, нет, мы должны быть на месте Потому что если девушка не придет по каким-то причинам Ну значит у нее что-то случилось И мы должны думать только о хорошем А мы должны всегда ждать и быть готовыми Плюс у нас правило, что мы работаем только на проверенных и профессиональных расходниках Если что-то где-то не нравится Мы это не используем То есть мы не рвемся за дешевизной У нас только то, что проверено И зачастую это производители российские За исключением того, что в России не производят такого, как иглы Но у всех линеек мы стали партнером Это тоже наше правило-центр Мы должны быть партнерами того, с кем работаем Чтобы контролировать и покупать только качественные расходники Ну и добавишь что-нибудь? Все Григорий сказал, да? Все правила команды основные Мы должны быть командой То есть мы друг друга подбадриваем, поддерживаем То есть у нас, скажем, даже есть в центре своя кухонка Назовем это так Причем это в буквальном смысле кухня И куда девчонки приходят То есть мы там собираемся У нас обязательно есть планерки каждый месяц То есть мы обязательно обсуждаем вообще Куда идем, что делаем, наши планы И что мы хотели бы улучшить или увеличить Или сделать в своем центре Ну то есть это коллектив единомышленников Ну да На сегодняшний день, да? Да, Светлана кивает И от этого может быть прекрасно, хорошо Вам нравятся в ваших мастерах лидерские качества? Да Как вы к этому относитесь? Они есть в каждом И это прекрасно, что они каждый могут отстоять свою позицию И каждый по-разному, да? То есть у каждого есть свой окрас Допустим, Светлана, я всегда говорю В твоем умоте столько чертей Ты их просто не опускаешь наружу Она вот, ну, я не вру Я же тебе так всегда говорю Да Вот, то есть Она такая тихая-тихая Но когда надо Вот Там все прям Так же и с девчонками, когда приходят То есть она очень Скажем так Аккуратно все делает То есть она очень такая аккуратная Она очень тактичная Да, то есть вот так И при этом лидер, конечно Потому что иначе бы Было бы в ее работе не так все успешно Светлана Боброва наоборот То есть мне нравится, что они разные лидеры, понимаете? То есть они лидеры, но разные Да, вот у нее другой ваш характер Они дополняют друг друга Да, да, они такие Ну, Олю Феллера увидели Там вообще Да, да, очень приятно с ней тоже было Общаться точно так же, как сегодня Очень рада была познакомиться с Светланой У нас есть еще немного времени И я предлагаю небольшой блиц Чтобы еще лучше вас узнать Хорошо? Ваше любимое время суток И почему? Наверное, вечер А почему? Вот не знаю Работа заканчивается, наверное Нет, нет, не за работу Я очень люблю сумерки, когда вот Я тоже люблю сумерки Слушайте, у нас мало таких людей Да, прям очень душевно Слушайте Я вас понимаю Я на этот вопрос, наверное, не смогу отвечать Это человек-то очень уютно У меня его нет любимого Знаете, такой день Я четко знаю, как он будет распланирован Наверное, самое любимое время суток Когда у меня нет планов Вот так А самое любимое время года? У меня это лето Сразу Лето и зима Лето, жара Плюс 30 Но сухо, чтобы было Есть ли у вас свои рецепты От осенних Андре? Что вам помогает? Когда наступает Подступает осенняя Хандра иногда Вот, кстати, недавно буквально закончилась Да? Как справлялись? А вот даже не знаю, честно говоря, как справлялись Как-то само прошло, наверное Да? Да Ну, фильмы хорошие, душевные У вас, Григорий? Слушайте, у меня самое главное правило Не думать о том, что такое есть явление И себе его не подпускать И все Все остальное Итак, сегодня утром с нами были старший мастер Центра перманентного макияжа и художественной татуировки Фиолер-студио Светлана Даниленко И руководитель этого центра Григорий Щесняк Несколько раз в месяц мы будем говорить вам Доброе утро Вместе с представителями Фиолер-студио Ну, а я ведущая этого эфира Ирина Лукина Вместе со своими гостями Желаю, чтобы сегодняшний день приносил Только добрые вести Ну, а те, кто еще не встретил это утро Просыпайтесь, дорогие друзья Субтитры сделал DimaTorzok